КИНГДОМ КАНД ДЕЛИВЕРЕНС Освобождение королевства Карл IV король Чехии император Священной Римской империи Правил долго и успешно Империя, которую он стал править Из Праги, расширялась А его подданные жили в мире и процветании Главные роли Крис Хемсворт Вся империя скорбела по своему правителю После его смерти Проводить его в последний путь Собралось более 7000 человек Но в главных ролях Николь Кидмен В роли Бланки Наследником трона процветающей империи Стал сын Карла Вацлав Которого отец Всю жизнь готовил к этому моменту Чак Норрис В роли отца Но Вацлав не пошел По стопам своего отца Государственным делам он предпочитал Менее серьезные занятия Ума Турман в роли королевы Серсея Он даже не явился на собственную коронацию императором Что не сильно помогло его отношениям с Папой Римским Риана в роли Курочки Рябы Бездельник Вацлав не впечатлила имперскую знать Неурядицы с новым королем множились до тех пор пока знать Невозмущенная бездеятельностью своего правителя не стала искать поддержки У его брата венгерского короля Сигизмунда Сценарий Квентина Тарантино Сигизмунд решил прибегнуть к радикальному решению Он похитил короля и заставил его отречься от престола А после этого воспользовался наступившим беспорядком Чтобы обеспечить себе больше власти Он втокся к богению в главе большой армии Начал разорять земли, принадлежащие сторонникам короля Исполнительный продюсер Никита Михалков Здесь и начинается моя история Начало 15 века было смутным временем Священной Римской империи Еще недавно процветавшей при императоре Карле IV Теперь же, когда на богемском троне сидит безвольный Своей праведностью Вацлав настроил против себя многих Представитель немецкой чешской знати Также Друзья, мы с вами приступаем к прохождению К просмотру этой полу-РПГ Полу-кино-новеллы Я даже не знаю, как это назвать Прекрасной, интересной истории Основанной на реальной истории жизни Серебряная скалица 1403 год Небольшое поселение Прекрасная, милая графика Игры Kingdom Come Deliverance Я надеюсь, что вам эта игра понравится так же, как и мне И вы посмотрите вместе со мной ее прохождение Это будет сериал Надеюсь, всем он понравится в моем исполнении, озвучке и комментировании Поэтому не пропускайте серии И посмотрим, что получится Насколько интересна это будет история Этот мужик, очевидно, очень здесь крутой Пан какой-нибудь Пан Храни вас Бог и вас тоже Жарко сегодня, да Что меня поразило в первый раз в этой игре Вот, собственно говоря, Чак Норрис Ну, муженек, как дела? Неплохо Я сегодня должен закончить Куда запропастился Индра? Мне нужно послать его в город Он все еще спал, когда я вышла его Видела его на последний раз в это время Что значит... Вот что значит голубая кровь Да нет, скорее всего, они вчера опять что-то праздновали Иди разбуди этого лежебоку Думаю, хорошая затрещина ему не повредит Сказал Чак Норрис Жесть, как же он на Чака Норриса похож Когда я увидел в игру эту первый раз Я обратил внимание, насколько много проработано анимаций персонажей Насколько много кат-сцен Индра, вставай Пора за работу Мама Вставай И я приду и подниму тебя сам Ты слышал? Лучше не зли его Живо поднимайся, завтрак уже на столе Стой, а это что еще? Опять за старое? Ох, Индра, сколько раз я тебе говорила про драки Да, это ерунда Все лишь царапина Ты что, снова дрался на мечах, да? Молись, чтобы отец ничего не узнал Ты прекрасно знаешь, как он к этому относится Не волнуйся, это не то, что ты думаешь Я просто, просто оцарапался Ну что ж теперь, только не беги ко мне жаловаться, когда тебя серьезно поранят А теперь давай, вставай, шалопай Зевает Ну как мы только что видели Так, первое задание называется Нежданные гости Как мы только что видели Вот такого плана кат-сцены В игре их очень много Ты посмотри, на кого ты похож Что ты вообще делал прошлой ночью? Сейчас мы должны будем выбирать Ответы в диалогах Которые, по всей видимости, будут влиять На наши характеристики Характеристики нашего персонажа Ну давайте, наверное, я буду вкачивать Красноречие По ходу игры чуть позже Мы будем прокачивать другие характеристики Такие как Сила, выносливость, может быть, ловкость тоже Посмотрим, в общем, какие будут нужны Но сейчас, на первом времени Я начну все-таки с красноречия И поэтому поехали Мы болтали в харчем Ничего особенного Мы с приятелем немного посидели в харчме И там подсел какой-то странник И мы порасспрашивали его о том, что творится в мире И я не заметил, как пролетело время Надеюсь, он не забил тебе голову всякой чушью Опа, новый уровень Мне все равно кажется, что ты что-то не договариваешь И это как-то связано с царапиной у тебя на руке И тем подозрительным человеком с мечом Который недавно появился в городе Зачем мне учиться бою? Наверное, вот этот я Выберу вариант Да, будем вкачивать красноречия Ты думаешь, он учит меня драться на мечах? Да, зачем мне здесь это нужно? Я говорю правду, мама Врет, сто процентов, гаденыш Ладно, как скажешь Я не хочу тебя расспрашивать Но ты знаешь, как твой отец смотрит на такие вещи Конечно, уже Чак Норрис Матуши, фрицек, не заходили? Нет, я не видела их сегодня утром Наверняка ты найдешь их в корчме Они ошиваются там каждый божий день Ну хватит, мам Мам Ты уже почти взрослый, Индра Вскоре отец передаст тебе все дела в кузнице И ты уже несколько месяцев ухаживаешь за Бланкой Зачем ты попросту тратишь время С этими двумя обездельниками От которых одни неприятности В роли Бланки Николь Кидман Отец сердится мне за то, что... Ну, его это не радует Вчера ты обещала ему помочь закончить тот меч Он уже не так молотый у него Иногда болят ноги Он слишком горд, чтобы жаловаться И ему нужна твоя помощь, Индра Я знаю, не волнуйся, мам Конечно, я помогу ему Окей Он всегда жалуется на боль в коленях перед Нинатей Надеюсь, на этот раз он ошибся Сегодня такой пригожий день Я голоден Ты не дашь мне чего-нибудь поесть? Твой завтрак на столе Иди пожри А тебе помочь? Мам Спасибо, Индра У меня все в порядке Лучше помоги отцу с этим мечом Да окей No problem Разговор закончен Итак, поехали У нас вот такая Друзья, сразу же с первых буквально Секунд, минут Посмотрите, насколько хорошо проработана графика Да, у нас вид от первого лица Мы не можем переключиться На вид от третьего лица Тем не менее Графика в игре очень приятная Очень четкая Это при том, что я играю на средних настройках А не на ультре Здесь очень все качественно Мы сейчас выходим в открытый мир Мы видим, насколько все круто и красиво Просто, друзья мои Невероятно Просто невероятно Очень красиво В детально проработанный мир Я сразу же направляюсь к кузнецу И, собственно говоря Чак Норрис Привет, Чак Иди-ка сюда, сынок Ну-ка давай Удиви меня Наконец-то ты встал Уже хорошо Ладно У меня сегодня полно и дел Я заканчиваю работу на мечом Для Пана Рацига И мне нужна твоя помощь Какая именно? У меня заканчивается уголь Сбегай на рынок И купи мешок У углежога Для этого мне нужны гроши Это еще одно поручение Куниш все еще должен мне за топор и молоток Звоздями Которые продал месяц назад Не говоря уже о его предыдущем долге Скажи ему, чтобы он расплатился Хотя бы за топор молоток и гвозди А затем купи на эти деньги Гроши На эти гроши уголь Куниш, этот пьянчуга Черт, это будет непросто Ты уже взрослый Я уверен, ты справишься Если нет, скажи ему, что в следующий раз я приду Сам забью ему эти гвозди в задницу Его же молотком Вот это по-мужски Хороший разговор Я не сомневаюсь, что он обрадуется, когда услышит это Это все? Не совсем У Камергера в замке есть крестовина Для меча Пана Рацика На которую Нужно, короче, насадить меч Ты хочешь, чтобы я забрал ее? Хорошо Гроши, уголь, крестовина Угу Окей И пиво По дороге домой загляни, короче Чему я знаю Ты все равно туда зайдешь, чтобы увидеться с этой своей девушкой Но когда вернешься домой Пиво должно быть еще холодным Вот такие вот разговоры Ее зовут Биянка Ясно Так убедись, Бланка Что Бланка налила мне холодного пива из погреба И теперь беги Все, друзья мои, понеслась Значит нам нужно Зайти сначала Так, вот Куниша Возьми крестовину в замке Купи пиво Окей Значит бежим сначала в замок В этот большой красивый замок И с высоты отсюда виден немножечко Городок Само поселение Ну давайте что ли Возьмем крестовину В замке где Куда точнее нас направили Благослови тебя Бог И тебя Индра Как дела? Меня прислал отец Мы работаем над мечом для Пана Рацига И у Кемергера должны быть крестовины Навершие для меча Отец отправлял Да, да Не у меня Кемергер отдал их нам Чтобы мы передали их тебе Красивая работа Никогда не видел ничего подобного Я бы хотел взглянуть на меч Когда он будет готов Главное, чтобы ты ничего не спортил Когда я что-нибудь портил Хе-хе-хе Мне только это не рассказывай Ладно, заткнись давай Иди сюда Или я вечером тебе Надеру уши Короче, они отдают нам крестовину И, собственно говоря Все, как красиво Жаль, что нельзя оставить этот меч себе Ладно, я, пожалуй, пойду к вечеру Нам нужно все закончить У меня есть подозрение, что меч останется у него, друзья Давай, увидимся вечером в Корчме Приходи, я сегодня угощаю Окей Есть крестовину приняли Супер Так Теперь нам нужно, судя по карте Вот Квестовый журнал у нас есть Отлично Теперь нам нужно добыть топор Как я понимаю, вот этот самый топор Его, наверное, нужно стыбрить Но Хозяин пьянчуга возвращается Вот он Тот самый Тот самый куниш Или куниш Не знаю Здравствуй, куниш Что тебе нужно? Отец прислал меня за грошами Которые ты ему задолжал За топор, молоток и гвозди У меня нет грошей Проваливай Заплати хотя бы Хм Какой бы вариант выбрать Ладно Выберем попроще Ты знаешь, что должен отцу Не только за инструмент, а гораздо больше Если бы он пошел к приставу У тебя были большие неприятности Так что заплати хотя бы часть Я сказал тебе, что у меня нет ни гроша Убирайся отсюда Я проломлю тебе башку Этим молотком Ну, тут нам показывают Какие способы убеждения В процессе диалогов Ну, давайте мы попробуем Вот Вариант вот такой Долги нужно платить Посмотрим, сработает или нет Послушай, я знаю, что тебе сейчас Легко От тебя ушла жена И за выпечку нужно платить Но ты ничего не умеешь Не удивительно, что у тебя нет грошей Но долг есть долг Я не могу уйти отсюда с пустыми руками Успех Если бы у меня было что отдать Я бы отдал Но у меня ничего нет Так что отстань от меня Все отстаньте Попробуй другим способом Забрать у куниша топор Окей Ща попробуем Так Ну, давайте мы О, углежок есть Отлично Итак В карчме Начинается Немножко другая Уже история Еще одна катсцена Да ты немец Шутить изволишь Причем тут оскорбление Я говорю правду Сигезмунд сделал то, что должен был сделать Должен? Он должен был похищать короля Он должен был заманивать в ловушку Его кузнеца Прокопа И бросить его в темницу Он должен был со своим войском Татара садить Почему нет? Что хорошего сделал король Вацлав? При управлении Страна разваливается на части Немецкие курфюсты Выбрали своим королем Руприха Фахальского Потому что Немецкие курфюсты Предатели Против вашего короля Бог в помощь, Индра И ты Здрав будь, матуш Да тут немец Не все чуешь Что? Послушай И сам все Услышишь Кто-то же должен навести в стране порядок И объединить всю империю Ко-ко-ко Какое мне дело до австрийцев И сейчас даже сам Дьявол не разберется с этими папами Какой папа законный То, что в Риме Или то, что в Авеньоне Не покахульствуй Но это же правда Вацлав король богемии Дворяне богини на его стороне К черту Ромжерга И его свору Понратце Гетсман при Вацлаве Он хранит верность королю И если он услышит твои слова Он прикажет побить тебя Как собаку Твоему Христагу Скоро нечем будет править Йос был вынужден Продать Люксембург Чтобы помочь твоему королю Южной богемии За Сигизмунта Не забывай о Кунте-Горе Где такие немцы Как ты Целуют ноги Сигизмунту Чтобы сохранить свою голову Да, но Мой друг Немец Это бессмысленно Давайте поговорим О более приятных вещах Немец слишком далеко зашел Наш законный король Вацлав Немец дурак Но то, что мы-то с ним можем сделать Я кое-что придумал Немец заслужил Чтобы его поручили Да? Ты прав, матуш Поколотим его Ты с ума сошел? Хочешь, чтобы тебя заковали в колодке? Не слушай, фрицеха Я придумал кое-что получше Когда немец разглагольствовал Я вспомнил об огромной куче навоза Той самой, что рядом с его Только что побеленным домом Ты думаешь, его можно было бы разукрасить? Я в деле Я предпочел бы поджечь Но и навоз подойдет Что скажешь, Индра? Но я должен принести отцу пива И сделать еще пару вещей Мы заканчиваем меч для пана Рацига Да ладно тебе Мы же не на весь день будем кидать Пару горстей навоза И мы просто обязаны защитить честь нашего короля Угу Ну что, Индра Ты с нами? Я с вами, но потом вы мне поможете Да, давай, почему нет? Я с вами, но потом вы должны будете мне помочь Что тебе нужно? Куниш задолжал моему отцу и не хочет платить Я пытался с ним поговорить, но все бесполезно Одних слов недостаточно, чтобы выбить из него гроши На одному мне исправиться Конечно, мы поможем тебе сразу же После того, как забросаем дерьмом дом немца Я с удовольствием дам порожи этому пьянчуге Ладно, тогда пошли, пока немец еще сидит за столом Идите со своими друзьями к дому немца Ну окей, а где это дом немца? Давайте посмотрим Вау С мужиками пошли делать действительно мужскую работу Бросаться какашками В чистые белые стены дома Вот, мы пришли к этому дому прекрасному И сейчас мы будем бросаться какашками Вот так вот Обсудить план нападения с какашками Прекрасно Ну что, начнем? Подожди, нужно убедиться, что нас никто не видит Зачем? Немец же в кашме А ты не заметил, что у него есть еще и жена и сын? Она нам помешает? Да Индра, вымани ее из дома Почему я? Потому что у тебя это хорошо получается Ясно Ну что ж, давайте-ка мы выманим Это жена Жена немца Что тебе нужно? У вашего мужа неприятности Я только что был в кашме Ваш муж говорил там всякие глупости Я решил, что лучше было бы его увезти домой Пока он не попал в виду Какие еще глупости? Ну, он говорил, что Сигизмунд прав А король Вацлав пьяница И это не всем понравилось Поэтому я подумал Боже мой, вот дурак Не хватало, чтобы он еще заговорил о папах О папах он тоже что-то говорил Спасибо, что сказал Надеюсь, что я успею увезти его раньше Чем он ввяжется в очередную драку Звук навоза И еще одна очередная кат-сцена Берем какаху Че ты ждешь, Вэн? Три бушеты к бою За короля Боксинг королем Это просто хорошее, настоящее веселье Почти такое же хорошее, как если увидеть этого предателя У позорного столба Вот было бы здорово За Сигизмунда Ого-го Жири навоз, Немчура Негодяи, какого лешего вы творите? Упс Эй, Ганс, разве ты не видишь, мы украшаем ваш дом? Это за то, что твой отец говорил в Качме о предателе Сигизмунде Мы делаем то, что нужно сделать Ха-ха-ха Сукины дети, я разукрашу этим дерьмом ваши рожи Ну попробуй Что ты сделаешь? Бздыкнешь? Связался с Немчурой вонючей Может тогда тебе понравится последняя немецкая мода? Леви И есть попадание Курва, ты за это заплатишь Воу-воу-воу Начинается бой И я должен кого-то начать лупасить Вот этого, например Вот этого Навалять нужно ему Да-да-да-да-да Навалять, навалять ему, навалять От души, чтобы прямо вылетел нахрен Вот так вот ему Все Навалял ему Так Другим ребятам тоже нужно помочь Все, давайте, наваляем ему Наваляем, наваляем Наваляем Наваляем, наваляем, наваляем Наваляем, е-е-е Правой, правой, левой Опа Похоже, нам нужно сваливать Все, сваливаем Сваливаем Похоже, там был пристав И он нас спалил Нам нужно убежать как можно дальше Встретиться с друзьями у дома Куниша Ну, окей Вроде бы Я последний, но я Убегаю тоже Вроде нормально По какой-то окольной тропе Ну, тут коровки Классно Коровки пасутся Здорово Почти по всей деревушке В округе По округе бежим Когда у меня кончается Выносливость Вот эта желтая полоса Экран потихонечку станутся серым Типа я выдохся Типа такого Ну, это неплохо Здорово Хороший спецэффект И цвета у мира теряются Вот когда я выдыхаюсь полностью Мы можем сейчас посмотреть Вот видите Станутся все серым Серым, серым Серым Вот таким Невзращенным Для этого нужно постоять Отдышаться Чтобы цвета вернулись Ладно Возвращаемся к дому Куниша И попробуем Выбить из него Долг Теперь мне нужно Дождаться моих друзей Где они? Должны быть где-то здесь Ну? Так Один вот уже Я вижу Бежит А, вон друзья Потихоньку Собираются Здесь у нас Ну, хорошо Все в сборе Банда Бригада Ну-ка Ну, показали мы Этому немцу Повезло нам Да? Этому старику Никогда Меня не поймать Да, но я боюсь Что эта свинья Ганс Донесет на нас Пускай Тогда я ему Надаю ему По шее Вообще Что нам Смогут сделать За то Что мы забросали Его дом Дерьмом А, тоже правда Здесь у нас Мало кто Любят немца Мне не помешала бы Помощь с Кунишем Конечно, дружище Ты помог нам А мы поможем тебе Тогда давайте Этим займемся Так Вот он Куниш Куниш Выходи Старый козел Я кое-что Для тебя Припас Я на самом деле Голоден Какого черта Вы здесь делаете What the fuck Вы хотите Чтобы я Отхлистал вас Кнутом Только попробуй Пьянчуга И все И начинается Драка В махаче Так Нужно Немножечко Навалять Ему Так Все У меня Кажется Так Что Наваляли Ему Да я Больше всех Навалял Ему Друзья Что-то Просто Для поддержки Так Хватит Хватит Я сдаюсь Ты доволен Бери что Хочешь Но Больше У меня Ничего Нету Ясно Ты получил Ключ Куниша Найди У Куниша Что-нибудь Что можно Продать Сейчас Нужно Подождать Пока Они все Как-нибудь Свалят И сам Куниша Я заодно Заберу Топор Есть Так Это сам Куниш Ладно Ты меня Побил Ублюдок Забирай Что хочешь Но не думай Что все Закончено Конечно Я все Заберу Все Что смогу Ха-ха-ха-ха-ха И вот В его Домике Есть Сундучок Можно Теперь Просто Открыть А можно Вскрыть Замок Давайте Попробуем Может Вскроем У меня Нет Отмычки Обидно Ладно Хорошо Тогда Забираем Все Все Что у Него Тут Есть Даже Начиная Ладно Я на самом Деле Так Продолжаем На самом Деле Мы Получили Гвозди Топоры Там Молоток Все Что Нужно Было Получили На данный Момент У меня Держат Практически Там В общем То И Нету И Я Вынужден Наверное Что Нибудь Продать Я так Думаю Чтобы Купить Уголь Давайте Посмотрим Может Быть Мне Получится Продать Вот Этот Типа Шарфик Или Капюшон Давайте Попробуем Поговорить И У меня Будет Хотя Немножко День Потому Что Пока Что День Не Знаю Откуда Набрать Придется Продать Кажется Ты Из Одежды Ну А Что Поделать Доброго Тебе Здоровья Как Начнет Поторговать Давай Поторгуем Так Денег У меня Состояние На данное Твое Состояние Ноль Да Я Тебя Продам Свой Вот Этот Если Я Могу Конечно Его Продать По Идеи Должен Продать Вот Продать Да За 5 Или Рубашку Могу Продать За 6 С Не Не Знаю Давайте Капюшончик Продам Может Мне Это Поможет Как То Так Проверить Корзину Дайте Попробую Может Поторговаться Может Получится Поторговаться Или Не Получилось Так Нет Не Получилось По Сейдем Никак Поторговаться Но Я Получил Свои 5 Грашей И Это В принципе Неплохо Так Вот Это У нас Помощник Углежога И У него Я Скорее Сего Смогу Купить Уголь Доброго Дня Как Насчет Поторговаться Уголь Мне Нужно Купить По Моему 10 Штук Если Я Не Ошибаюсь И Мне Как Раз Этих Денег Должно Хватить Вот Так Проверить Корзину Поторговаться Давай-ка Поговорим Насчет Цены Разумеется Может быть Я смогу Выгадать Хотя бы Парочку Грашей Так Хочу Снизить Цену Вот Чеку Десятых Вот так Хотя бы Смогу Интересно Предложить А если Так Ну Еще Чуть Чуть И мы Договоримся Он Предлагает Нам За 4.8 Да В принципе Нормальная Цена Давай Давай За 4.8 Хорошо Я Согласен Купили Мешок Угля На рынке Шикарно Друзья Нам Осталось Добыть Для Отца Пива Вот На этом Пока что Я Эту Сторию Прорываю И Продолжим Уже В следующей Серии На этом Пока что Все Смотрите За продолжением Пока Пока